В Москве сотрудники Следственного комитета в эти минуты допрашивают мать шестилетнего мальчика, который всю минувшую ночь один провел в лесу, а утром вышел к людям. Подробности этой истории шокируют, ведь на голове у ребенка якобы был пакет, а его руки были связаны с кочем. Неужели в таком виде его бросила мать? Всю последнюю информацию собрал наш корреспондент Игорь Крупчинов. Декадры сняты на востоке Москвы случайными очевидцами. Люди были шокированы историей, которую услышали от шестилетнего ребенка. Замерзший и растерянный малыш объяснял, что накануне вечера мать бросила его в лесу в качестве наказания. Мальчик получил сильное переохлаждение. Он пробыл на холоде почти 13 часов, пока его не заметили проезжающие автовладельцы. Клиенты привезли сегодня утром мальчика в возрасте 6,5 лет на станцию, которую они нашли на МКАДе. Он шел вдоль страссы по направлению к нашей станции. Привезли сюда. Мы оказали ему первую помощь, поддержку. Напоили горячим чаем, одели в теплую одежду. И, собственно говоря, вызвали наряд полиции, вызвали скорую медицинскую помощь. Вскоре сотрудники полиции установили личность матери и оказалась жительница Москвы. По одной из версий, бросив сына, дама пыталась инсценировать его случайное исчезновение. Якобы вечером возвращалась из Подмосковья. По просьбе мальчика остановилась в заповеднике Лосиный остров. Ребенок, с ее слов, вышел из машины и убежал. Как писали СМИ, сначала женщина сама обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка. Спустя несколько часов, когда мальчика обнаружили случайные очевидцы, ей вновь пришлось давать показания на этот раз в следственном отделе. Следователям предстоит проверить странную деталь, которую описал один из очевидцев. СМИ сообщают, ребенок шел вдоль трассы с пакетом на голове. Он не мог снять его самостоятельно, так как тот был плотно закреплен с помощью скотча. Так это или нет, выясняют сотрудники следственного комитета. Ребенка осматривают врачи, с ним работают психологи. В следственное дело доставлено мама ребенка. В настоящее время следователи допрашивают ее по обстоятельствам случившегося. От того, как на самом деле ребенок оказался в лесном массиве и провел на улице около 13 часов, зависит квалификация уголовного дела. Эксперты напоминают о статьях Уголовного кодекса о ставлении в опасности и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Многие пока просто не верят, что произошедшее могло быть неудачным покушением, попыткой избавиться от собственного сына. Игорь Крупчинов, Екатерина Побокова, Вести, дежурная часть.